Световые мечи В общем, сериалы по Звездным Войнам стали довольно удивительным явлением, хотя тут скорее подойдет слово неоднородным. Смотрите, с одной стороны у нас есть Мандалорис с хорошим первым, обалденным вторым и нормальным третьим сезоном. С другой у нас есть Андер, который довольно медленно разгоняется, но в итоге это получился чуть ли не самый взрослый сериал по Звездным Войнам. С третьей у нас есть книга Боба Фетта, которая кроме парочки серий, если честно, вообще хэза зачем существует? А, ну да, ради этого. С четвертой у нас есть Оби-Ван Кеноби, который походу решил сделать все, чтобы унизить Оби-Вана. Типа да, он добавил парочку годных сцен, но при этом сгубил все остальное отвратительной постановкой, ненужными персонажами и тупыми сюжетными решениями, делающих персонажей хуже. И тут лучше просто делать вид, что этого сериала никогда не было. Если вы хотите купить новую игру, но она недоступна для покупки из РФ или не принимается платеж, то здесь вам поможет игровая площадка Case for Gamers, бывшая DiffMark. У них произошел ребрендинг, сменилось только название, все остальное, как и было. На ней можно приобрести игры для множества сервисов и платформ, и также закинуть деньги на свой кошелек в Стиме, по Истории или Иксбокс. Пополнить баланс в Амазоне, iTunes, Nintendo Store. Можно также покупать различные программы, антивирусы, подписки, предзаказы и все остальное. Имеется более 300 методов оплаты, действующие как на территории РФ, так и на территории Беларуси. Товары можно как покупать, так и продавать. Имеется круглосуточная русскоязычная поддержка. По промокоду SEDOVSKY вы получите скидку в 10% на любой товар. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. И вот у нас есть Асока, которая получилась, ну, по итогу первого сезона могу сказать, что в принципе, в целом норм. Скажем так, я не пожалел о просмотре. И общие рейтинги сериала также говорят о том, что он в целом фанатом зашел. Однако проблем у него хватает, и если изначально я хотел рассказать именно о них, что этот сериал непростительно затянут, что этот сериал не про Асока, то вот что я сейчас скажу. Все это меркнет на фоне самой большой проблемы. Этот сериал окончательно убил световые мечи. Световой меч это главный символ Звездных войн. Это одно из самых популярных и культовых оружий в нашей культуре. Не только потому, что это лазерный световой клинок, который выглядит круто. Не только потому, что полноценно им орудовать может только человек, владеющий силой, что делало его меч оружием для избранных. А потому, что он, сука, может разрезать практически что угодно без ощутимых усилий. Дерево, металл, камень, плоть, особенно плоть. Что делает его чуть ли не одним из самых опасных оружий во вселенной. И во вселенной Звездных войн только единицы вещей могут ему противостоять. Защитное поле, металл картозис, ну или бескар в новом каноне. Ну и, собственно, другой световой меч. Именно поэтому он такой смертоносный. Именно поэтому полноценные могут орудовать только люди, владеющие силой. Или так называемые форс-юзеры. Так как это луч, он ничего не весит. И обычный человек запросто отрубит себе руку, ногу и голову. Так вот, до прихода Диснея, фильмы, мультфильмы и игры по Звездным войнам успешно закрепляли в нашем сознании, как аксиому, факт. Световой меч может резать все, что угодно. Да, в некоторых случаях с усилием, но тем не менее. Ну вот, пришел Дисней и превратил световой меч в световую палку. Палку, которая больше не разрезает, а которая просто царапает. Про это есть отдельный офигенный ролик, можете посмотреть. Жаль, его придумал не я. И это видео частично вдохновлено им, но тут более актуальная инфа. Так вот, царапающий меч. Знаете, в трилогии сиквелов это напрягало, да. Но не совсем критично, потому что таких сцен было немного, плюс они были эмоциональны, плюс довольно динамичны. И это можно было отчетливо разглядеть, если рассматривать сцены по кадрам. А в Изгое 1 это вообще получилось шикарно. Да, там расчлененки нет, в одном моменте меч вообще сквозь голову проходит. Но за счет постановки, монтажа и эмоциональности сцены, ты этого не замечаешь. Плюс в эти сцены добавили систему искр, что на мой взгляд пошло только на пользу. Вот одно из немногих полезных нововведений. Финальная серия второго сезона Мандалорца снова нам напомнила, насколько крут световой меч. Когда Люк с легкостью кромсал дроидов Гидеона. Потом выходит Оби-Ван, и мы видим такую вот сцену. Ну ладно, ладно, затупил дед, забыл, что меч это не дубинка. Он ведь всего лишь орудовал им почти всю свою жизнь. Так, Боба Фетт мы пропускаем. Выходит сериал Асока. И что же мы видим? Надеюсь, мне не нужно объяснять, что тут не так. Нет, сука, буду объяснять. Во всех этих сценах меч не должен царапать. Он должен рубить. Вот так. Вот так. Вот так, сука. Учитывая свойства меча, тут не царапины, а куски тела должны были успешно отплясывать по всей комнате. А это даже не выглядит серьезно. Это просто поверхностный порез, с которым, да, чуть менее эффективно, но можно сражаться. Ты чего разлегся? Вы можете сказать, что я просто докопался. Что если не всматриваться, оно и незаметно. И ведь в приквелах тоже особо гуманоидов не рубили. Вы правы. Но только частично. Смотрите. Да, в приквелах действительно в основном рубят только дроидов. Но мне кажется, что в приквелах это было, скорее всего, осмысленное решение. Нет, не в смысле с точки зрения сюжета, что вот, я хотел показать роботов, и теперь технологии это позволяют. А, смотрите. Задача. Как показать всю смертоносность оружия, не поднимая возрастной рейтинг? Просто сделать так, чтобы основным противником были не люди. Именно поэтому в приквелах в довольно большом количестве рубили дроидов. Но при этом, при этом, они все же могли себе позволить отрубание конечностей людям. Видимо, тогда возрастные рейтинги были гораздо мягче. И поэтому, немногочисленные сцены, где меч реально будто царапал, не разрушало это чувство восприятия. Просто потому, что сцен, где он именно разрубает, было гораздо больше. Плюс вот эта сцена. Она происходит в полумраке, она эмоциональная и очень быстрая. Поэтому мы и не видим все во всех деталях, как именно там произошло разрубание. Кто знает, может там меч глубоко входил в грудную клетку, что было несовместимо с жизнью. А в Асоке мы отчетливо видим, как персонажи орудуют мечом и как они сражают им врагов. Никаких разрубаний, только аккуратные царапки. И вот тут не нужно ставить на паузу или замедлять видео. Все и так хорошо видно. Вы скажете, что нет, они же себе позволили отрубание головы. Ага, только одно. И то через препятствие, чтобы, не дай бог, детишки не испугались. Ведь Дисней семейная, бла-бла-бла-бла. Но ведь сдуку тоже ведь не показали процесс обезглавливания. Ага, вот только до этого разрубание показывали. И после разрубания показывали. Это просто позор. Это больше не световой меч. Это световая дубинка. И что вы понимали, даже в игре, которую еще успели заменить, меч воспринимается смертоноснее, потому что он хотя бы проходит сквозь противника и оставляет заметные обугленные следы. А в сиквеле так и добавили отрубание руки и ноги, что все еще выглядит смешно на фоне этого. Но лучше, чем ничего. И, кстати, помните, где я сказал в моменте про изгоя, где меч проходит сквозь? Так вот, в Асоке тоже есть похожая сцена. В ней по движению клинка отчетливо видно, что меч должен был по полной разрубить тело. Но он не сделал этого. Вот только если в изгое это был прям мимолетный кадр, то здесь ты прямо видишь, как, смотрите, Сабин протыкает штурмовика и двигает меч вниз. И он просто проходит сквозь тело без дальнейших повреждений. Вы что, серьезно? И вообще, если вот окончательно задушнить, то во всех сценах, где кто-то кого-то протыкает, все было бы кончено, если бы просто взять и протащить меч вверх. Все. Конец. Никакого продолжения. Все те остальные персонажи, которые выживали от колодых протыкающих ранений, они бы не выживали. Все будет кончено. Но, к сожалению, подобное позволить создатели могли только снова по отношению к дроидам. Но не гуманоидов. Да, неужели детский рейтинг стал прям вот настолько детским? Нельзя рубить с кровью? Отлично, меч прижигает и крови нет. Снова слишком жестко. Так может вообще от смерти в кино откажемся? Кстати, знаете, сколько раз в трилогии сиквелов кому-то с световым мечом отрубали конечности? Дважды. Видимо, чтобы сделать меч снова Great Again, Звездным Войнам нужен взрослый рейтинг R. Вот прям очень необходим. Иначе никак. Потому что, когда ты видишь, что в фанатских короткометражках меч ощущается как меч, плюс их реографично там делают лучше, понимаешь, что эта вселенная свернула куда-то не туда. Уже лет как шесть сворачивает не туда. Ну и сценарий это, разумеется, тоже касается. Ведь благодаря сценарию в приквелах и удалось добиться правильного восприятия, ведь решение рубить дроидов было принято именно сценарно. И если в этом сериале максимум, который они могли себе позволить, это именно что, рубить дроидов, то именно дроидов и нужно было делать с основными противниками, чтобы восприятие меча оставалось правильным. Ааа, для этого нужно больше времени и денег потратить на визуальные эффекты? Ну простите, тогда да. Сейчас снимается очередной сериал под названием Акалит. И чует мое сердце, проблемы там будут те же самые. И знаете что? На самом деле это несправедливо, потому что Асока сериал в принципе неплохой. Да, он затянутый, да, это не Асока, а продолжение повстанцев. Но в нем неплохо перенесли в живой формат мультяшных персонажей. В нем хороший сюжетно обоснованный фан-сервис, неплохая история, хороший экшен и в целом постановка битв. Да-да, хореография и операторская работа в этом сериале в целом радуют. Ты видишь и понимаешь, что происходит на экране. Но блин, если бы сериал окончательно не всрал световой меч, что кстати из-за хорошей операторки очень-то и заметно, иронично, то все вышеперечисленные проблемы были бы не настолько критичны, так как нам было бы их чем прощать. То есть, да, сериал не про Асока, но зато мы получили продолжение повстанцев. Да, сериал медленный, но зато мы получили шикарную боевку и ожидания того стоили. А так, из-за того, что световой меч окончательно пребан, ничего кроме норм с разочарованием этот сериал, к сожалению, не вызывает. Вы можете сказать, что я просто зациклился, типа «Эй, меч не рубят», «Эй, нет расстеленки», «Эй, тут полно других проблем». И знаете что? Вы правы. Я зациклился. Зациклился на том, что помимо сценарных проблем, Дисней всего лишь практически угробил одно из самых культовых оружий в поп-культуре. Действительно. Подумаешь. И, кстати, помните, в начале ролика я сказал, что световые мечи стали очень близки к реальности? Так вот, все вот эти вот порезы, они, по сути, в реальной жизни были бы куда опаснее, если бы они совершались обычным металлическим мечом, потому что обычный меч, в отличие от светового, не прижигает рану, и человек просто начинал бы страдать, и потом впоследствии умирал бы от сильной кровопотери. Так что в этом случае получается, что световой меч во вселенной «Звездных войн» не опаснее обычного металлического меча. То есть, по сути, он стал очень близок к реальности, и даже менее опасен, чем обычный металлический меч. Вот такой вот у нас расклад. Субтитры создавал DimaTorzok